всем привет с вами снова я варен сегодня я не один со мной стела привет мы продолжаем проходить нововую игру под названием 3 countries мы остановились на моменте знакомства с эшли и то что она сейчас выводит от этого леса дальше не знаю что может произойти нам это сейчас мы посмотрим да сейчас мы увидим что там происходит дальше начинаем начинаем несколько минут прошло с тех пор как я начал те рука об руку сэшли вначале не доверял ли совсем но чем больше проходило времени тем легче было поверить ей и не замечал да это какая удобная у неё рука мягкая и приятный ощупь я вспыхиваю просто думаю об этом даже если она ведьма она ведь и девушку тоже правильно потом вздыхая давай акси соберись соберись каждым шагом проклятие леса кажется заблевает атмосфера становилась менее гнетущей с каждой минуты до тех пор пока я наконец-то я могу забыть об этом неприятным ощущениям не успел изуметь как темнота снова стал нормальной чувствуется только пустота и него запах тоже сейчас без следа сейчас я мог бы действительно сказать что я был обычным заврядом лесу даже скучно но я был более чем благодарен за это остался тем немного чтобы выбраться так что давай продолжать двигаться потом перевел взгляд на спину эйши смотря как она идет в тишине она была полностью осредоточена на этой простой вещи если ведьма из предания почему ты помогаешь мне неожиданно спрашиваю я не подумал дважды перед этим я был действительно заинтригован этим эш останавливается поворачиваться глядя на меня со злым лицом идиот ты действительно думаешь что все ведьмы злые она была права в основном и мишу ведьм не очень хорошие но это если стереотипы были бы правдивыми затем она закроет глаза делая раздраженное лицо это правда что у меня есть сверхъестественные силы но я никогда не использовала их чтобы причинять вред с опускает взгляд и приостановится неожиданно выглядит грустной моим единственным грехом было родиться во время охоты на видим вот почему я была приговорена это хорошо все объясняет я чувствую что я могу доверять что она добрая но по-прежнему есть еще один вопрос как ты получил что ты стала кошкой с ними немедленно вспыхнула она была так смущена что это было почти восхитительно почти хорошо перед моей казнью там была кошка наблюдающие издалека и вот я решила передать свою душу ей она объясняла избегая смотреть не в глаза конечно мы сейчас делим тела у нас что-то вроде сделки кошка будет счастлива до тех пор пока у нее есть что-нибудь съедобное и место для сна я пытаюсь обеспечить ее всем необходимым и в ответ она позволяет мне оставаться в ее теле говоря она смущена краснеет понятно думаю это честная сделка отверстие со искренней улыбкой правать говоря я нахожу это слегка забавным так обернула что она и девушка и кошка отвечать никто вопросы еще закрывай глаза кивает пару раз когда она хочет что может быть очень милый очень плохо что-то случается так редко не говоря большейший продолжать идти к выходу на этот раз я молкаю все что мне остается это выбраться из этого места и часа 15 минут ночи на близится к утру потихоньку сейчас очень поздно будет ладно мы на месте казалось же буквально через пару минут после того как мы говорили она ним они обманывают я вижу где заканчивается лес в отдалении мне приходится сдерживать желание кричать от радости в этот момент там должны быть твои друг двое других людей поблизости твои друзья иди с ними и возвращайся домой надеюсь что никто больше не придет сегодняшней ночью казалось едва завета прощаюсь но на удивление она не отпускать на руку она загорят глубоко мне в глаза удивленные замечание нежность отражается можешь дать мне обещание неожиданно говорит она искренним голосом и была не шутка такое спросил я полный любопытство не знаю что я могу сделать для ведьмы но после того как она она помогла мне выбраться я думаю что она заслуживает чтобы я выслушал ее просьбу покончи с этим преданием расшаталась на летом печали и поймаю почему она просит чтобы что-то подобное я хочу чтобы ты помог мне удерживать людей подальше предание лишь притягивает больше людей как твоем случае я должна уничтожить его заменив сверхъестественную опасность человеческой опасностью человеческой опасностью так ты хочешь напугать их обычно опасностями как грабление или бродячие животные по здравому размышлению есть смысл в том что она просит есть убрать элемент колдаса и оставить только опасность то исследовать лес неоправданный риск эшли кивает а затем смотрит мне в глаза краснее да именно за она довольно хорошо я сделаю это ты можешь положиться на меня ответил я решительно не хотел чтобы она знала насколько серьезен я был что-то не было обещанием которое я забуду сразу как только выберешь из леса спасибо потом он закрыл глаза на мгновение и наполнил грудью с гордостью ты не так глуп как я думала не следует ожидать чего-то подобного и я же сказал тебе не говорить плохо о ком-то когда он перед тобой я сердит а выразил недовольство это кошка смысле эта девушка просто никогда не изменится ведь моя реакция еще не смогла сдержаться и рассмеялась первый раз я вижу это быть счастливый из-за этого я покраснел еще и выглядел неожиданно привлекательный в тот момент мое сердце не ровно билось как будто я был с обычной девушкой внезапно смотрит на меня и подходит так близко что и лицо вместе чем в паре сантиметров моего снова она показывает не знаю того что такое личное пространство но на этот раз я не знаю сердиться или благодарить находиться так близко к ней прекрасной девушки заставляет не сильно волноваться это прощание резко говорит она потом она подносит свои губы к моей щеке и дарит мне невинный поцелуй все становится белым в этот момент сеть все теряет цвет все исчезает все все 3 часа 18 минут ночи ну поцелуй волшебный не зря же эшли ведьма я снаружи леса я не знаю как я попал сюда но это не наваждение я обескуражен как если бы я ходила с ней аксель аксель внезапно я слышу как кто-то зовет меня по имени но это не какой-то странный голос это голоса моих друзей которые ищут меня и сюда я круче без колебаний с небольшим затруднением из-за того что у меня прихват перехватило дыхание вскоре они нашли меня и с нетерпением побежали ко мне где-то был мы перебегая засну до смерти казах стенской таким лицом который я не помню уж им когда-нибудь видео раньше или тем как я ответил я трубок в лесу я не мог найти выход альфред собираться когда что-то но перед этим я перебил его в любом случае это неважно я просто терялся важно что мы все целы да ты прав и нет еще и что мы забыли что-то промотал альфред опуская взгляд в задумчивость внезапно размы размытый образ появился мне в голове он был белый и яркий я не могу вспомнить больше тем не менее это слабо воспоминали пробуждать непонятное чувство утраты во мне того это было как если бы я потерял что-то но чтобы это могло быть в любом случае нам след пойти домой за сошь слишком далеко для проверки на храбрость сказал я не намерилась провести более ни одной минуты в этом лесу они оба согласились со мной говорить больше не о чем нам остается только вернуться домой кстати парни мы должны написать на этой странице чтобы они ходили в лес забудьте о ведьме кто-нибудь может заблудиться там так как это случилось со мной это чудо что я остался в живых с этим чудовищем рискающего круг там-то они не ведая выговаривают мои губы почему я сказал это не имея не малейшее представление но что-то внутри меня подтолкнуло меня сделать так если быть честно я не помню чудовище о котором говорю все что я могу вспомнить что у него красные глаза и белый мех но ничего больше потом вспоминать что-то я думаю это было обещание которое я дал кому же я дал это обещание я занимаюсь об этом на мгновение в тишине но в итоге я не могу вспомнить ничего не важно все что я знаю это то что я выбрался и никогда не вернусь сюда снова хорошая концовка а он вернется он там вспомни когда-нибудь и вернется на следующий год до 31 вспомнит но это точно что переходим первой к загрузке на самая первая загрузка с выбором надо сейчас оставить кошку все выбрал все ты тоже выбрал да ну да там можно поехать уж все продолжать не будя ее это кошка опасно по ее вине оказался в этом месте а мои друзья пропали я не знаю на что еще эта кошка способна поэтому решаю что лучше оставить здесь и продолжать идти часа тридцати минут ночи я скоро потерял из виду кошку опять нахожусь темным лесу блуждая бесцельно двигаясь только вперед но что-то же чтобы я куда-то куда-то добрался подойди сюда здесь ты будешь безопасности я резко становлюсь наверное легко по увидеть нет вере на моем лице в эту секунду этот голос опять прошептаю себе никем не услышаны почти сразу после того как я отошел от кошки загадочный голос по его с моим сознанием это женский голос мягкий и нежный словно принадлежащий принцессе и сказки то не могу доверять им я действительно схожу сама или это все лес в чем нет никакого смысла не знаю но мне не нравится ни один из вариантов не пугайся пойдем со мной я помогу тебе каждый разговор слышится все четче сильнее и чаще а похоже ведет мне куда-то это не напомнил меня уверенностью однако между голосами пребывания здесь в этом сгнившем лесу которому казалось не будет конца не выбрал следовать за ней вскоре после этого я добрался дать просеки в лесу наконец-то я вижу небо полная луна сервис элегантно окруженная покровом темнотове звезд прекрасный но есть что-то непонятно в днем как странно разни половинку луны была вечером целая себе глядя на луну и пытаясь воссоздать смутные воспоминания в своем голове любом случае это неважно луна не придет выручать меня а вот как раз и половинка я пусть взгляд и после это заметил дом на просеки он был спрятан под тенью ближайших деревьев поэтому я не увидела раньше я думаю дома грис старая обветшего даже гнетущие но если не повезет то возможно кто то есть открой дверь я жду тебя мой рыцарь неожиданная слышал голос снова пошел он ушел из дома несомненно чем-то и год звучит по-другому в этот раз и учиться не объяснимая доброта даже любовь и чувство будто как если бы я был мужчиной возвращающийся домой чтобы увидеть свою жену подумав об этом немного я не могу сдержаться и смеюсь над собой как глупая должен быть действительно теряю рассудок шутку скрывать свою тревогу за юмором в любом случае мне не остается ничего другого кроме как открыть дверь однако я не могу прекратить думать что я забыл что-то затем моя рука медленно открывает дверь дома то что ожидает мета оставляет меня недоумение тела пяти пропавших людей висели словно марионетки с пустыми глазами но все они лицом к лицу со мной а между ними женщина с широкой улыбкой я открываю глаза с изумлением и мои губы пересыхают наконец вспомнил о чем я забыл когда уже слишком поздно спасибо тебе за то что спасаешь меня отдавая мне свою жизнь казал голос неприсуемую любовью хотя и объявлял мою ужасную судьбу это правда мытью исчез на просеке без единого следа мне не хватает дыхание же говорить я просто знаю что можно добавить еще одно в этот список это плохая концовка наша смерть коллекционировали коллекция кукол так теперь нам надо на вторую загрузку зайти убежать от кошки противостоять надо убежать от кошки самое лучшее для меня это убежать от этой проклятой кошки я совершил ошибку взяв ее с собой это кошка приносит одни проблемы и не чувствую особой уверенности относительно того голоса но вдруг он может довести меня до выхода он звучит по-доброму и я точно не хочу оставлять с этим животным держа это в голове я пытаюсь двигаться вперед но кошка переграждать не путь неважно сколько сильно стараюсь она движется быстрее меня пока за мне свои когти и клыки беженстве сумма готовить атаковать меня поистинкты говорят мне что будет лучше не подходить ни на шаг ближе не знаю что она может сделать но это кошка опасно внезапно кошка начинает громкогласно мяукать почти глушая меня мы перестали биться с каждым звуком как будто я слышу дикое чудовище рычащие в дневе мой отдыхает становится злонованным эти мяук не действует мне на нервы у меня нет другого пути отсюда я не за беспокоиться голосе более все что я хочу потерять эту кошку из виду поэтому и не теряя секунды более я начинаю бежать противоположном управлении заклинаю чтобы она не проследовал меня я беру через лес не оглядываясь забыв обо всем кроме желанием бежать от нее я не имею понятия где я нахожусь или сколько прошло с тех пор как я начал бежать но мне все равно мои легкие горят а сердце бьется взволнованно умоляю меня об отдыхе но и не могу позволить себе такую роскошь цене чем мольбы от остальных части тела мой мольби моей души кричащий и пуганной просящий меня продолжать бежать до последнего иногда я слышу странный голос снова звучаешь моей голове но как только случается отзывки кошачьи милка не слышны сквозь лес единение мою кровь снова и напоминай мне что я не могу останавливаться я чувствую свяжение голоса но не могу ответить на его зов я в таком отчаянии что больше чем три раза падал нам свечи на землю и гораздо больше раз проронил ветвями деревьев в этом боль не остановить меня я буду продолжать бежать пока мои ноги не смогут пройти ни единого шага больше а часа 57 минут ночи он новый рекорд бежит выброс не знаю как долго я бежал но уже несколько минут я не слышу никого из них полоса не мяуканье моему облегчению наконец я останавливаюсь к воду руки на колени и чувстве на грани в обмороком и даже через рот пытаясь набрать в легкие столько воздуха сколько могу а мои ноги болят как будто их молотили безжалостно но тобой не волнует меня потому что я наконец-то чувстве в безопасности с поднимая взгляд только чтобы обнаружить нечто наполняющими радостью я вижу выход из леса и сделаю то я сбежала сделала сквозь леса я не стал еще одной жертвой исчезновения она только мысль об этом почти наворачивается слезы на глазах аксель аксель неожиданная сушка кто-то зовет мне по имени вот не какой-то странный голос это голоса моих друзей которые ищут меня или сюда и кричу без колебаний с небольшим затруднением из-за того что мне перехватило дыхание вскоре не нашли меня и не с терпением побежали ко мне где-то был мы перегуб перепугались до смерти сказал стен с таким лицом который я не помню чтобы когда-нибудь видел раньше при этом как ответить я делаю глубокий вдох в лесу и мог найти выход это странно это странно после того как у нас тряхнуло много проснулись вне леса мы думали что ты должен быть близко но не могли найти тебя нигде объяснил афель который тоже глядел на место огромное облегчение на лице и вы не пытались найти мне в лесу как я чувствую слегка раздосудованным раздосудованным из-за того что они не пошли выручать мне как настоящие друзья тут же стивен и афель поворачивать голову отрицание я не хотел возвращаться сказал афель почти откусил себе ногти от того что песни ставила это и я после того как увидел эту дьявольского хата нет кроме того у нас была надежда что ты будешь оружие так же как и мы я вздохнул выслушав их но скорее забыл свою досаду хорошо и на самом деле не могу винить вас важнее всего что мы все целы да но это было что-то ужасное из нас стивен с бледным лицом посылок после того реча не знал что может случиться с нами я собрался рассказать ему обо всем через что я прошел но прямо перед тем как сказать хоть слова я передумал и мне нужно знать важно что мы сбежали и никто не ранен хорошо я думаю получить достаточно от этой проверки на храбрости нам уже за час домой целые с ужасным стану видом без колебания оба они ответили кивком после этого начали возвращаться домой не оглядываясь назад несмотря ни на что должен сказать что наша основная цель была достигнута у нас была запоминающаяся ночь предание гласит правду теперь я знаю это и еще одна хорошая концовка это хорошо это хорошо я хочу позвучу нас в акции давай мы с тобой и там попрощаемся сделаем серии пусть коротенькая 20 минут отца двери так смотрите нормально так мы вас получается три концовки неизвестный убийца пережил падение кошки забытые приключения неизвестный убийца ну да ладно этому пожалуй прощаемся всем спасибо за просмотр подписывайся на мой канал на канал стелы который будет подписанием видео